Дополнительный перерыв в рабочем времени Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники используют по полной. В отрыве от производства радиолокационных станций мирового уровня специалисты говорят с главой города на темы, интересные любому нижегородцу. Состояние дорог, благоустройство, строительство детских садов, диалог касается самых актуальных городских тем и проблем. У нас, наверное, видите, что очень много молодых людей работает в институте. И, кстати, у меня в секторе тоже молодые девочки работают, молодые мамы, да, и, естественно, стараются выйти на работу пораньше, да, и приятно, что есть, сейчас есть садики, есть возможность устроить детей в садике. В общем-то, это как-то радует, что в городе, ну, совсем недавно же не было вообще, проблемы была с садиками, а сейчас, ну, приятно. Встречи проходят все в том же формате диалога, а не скупого чиновничьего доклада. Глава города Олег Сорокин хочет быть уверен, что силы сосредоточены именно на решении тех проблем, которые больше всего волнуют нижегородцев. Пока глава города репортует о планах по строительству детских садов и волновому расселению, здесь город работает вместе с региональным правительством. На 14-15-е годы область выделила 500 миллионов рублей для этих целей. Генеральный директор НИРТ рассчитывает на помощь города и в решении вопросов предприятия. Очень полезное дело обменяться ощущениями, узнать, что происходит в коридорах власти и как мы на это здесь реагируем. Очень полезно. Хотели бы, чтобы такие регулярные были встречи. Мне кажется, это будет очень правильно. Есть положительный опыт у предприятий концерна как раз вот по созданию арендного жилья, так называемого. Это в Разомасе на одном из предприятий как раз концерна ПВО Алмас-Анты, куда мы входим. Поэтому мы пытаемся, может быть, тиражировать этот опыт, попытаемся его использовать вот уже в условиях нашего города. Надеемся, что это движение будет. Нижнему Новгороду всего за три года удалось выйти в лидеры среди российских городов сразу по нескольким показателям. Это связано с дальновидными решениями, принятыми главой города. Городские программы, которые реализуются в Нижнем, очень точно попали в федеральную повестку, обозначенную майскими указами президента Путина. Наши выделенные приоритеты совпали с федеральными. Это позволило нам сейчас усиленными темпами двигаться в этих направлениях, потому что мы, по сути дела, оказались, так скажем, невольно хорошо подготовленными к решению этих проблем. Поэтому сегодня по многим этим программам мы совершенно четко понимаем, в каком году мы эту проблему решим. Продолжение следует...